Или операция, которую проводит спецслужба в Чечне, кому-то выгодна, чтобы не задержать Басаева и Масхадова? Да нет, Иван Михайлович, конечно, это никому не выгодно, кроме самих бандитов. Если бы было выгодно, то, наверное, одному из этих фигурантов полногиба не оттяпали, так? Но что касается заявлений Гантамирова, о котором вы сказали, то ведь вы знаете, что он является заместителем полпреда в Южном федеральном округе, а совсем недавно еще был мэром Грозного, и ему в значительной степени была подчинена и чеченская милиция. Так что если бы он знал реально, где располагаются, в каком доме те или иные известные бандиты, и имел бы возможность их захватить, он бы это сделал, зная его характер, я нисколько в этом не сомневаюсь. Видимо, эти знания все-таки носят общий характер. И потом, имейте в виду, что те населенные пункты, на которые он указывает, и где скрываются бандиты, они ведь это не два двора или не три, там проживают несколько тысяч человек. И имея в виду, что бандиты заранее готовились к такому своему положению, нисколько не сомневаюсь, они приняли достаточно много мер для того, чтобы обеспечить свою безопасность. Это и подземные коммуникации и так далее, и так далее. Поэтому просто так в массовом порядке проводить спецмероприятия, связанные с так называемыми зачистками, где прозывают тысячи людей, мы, к сожалению, не можем. Не можем и использовать так, как в Афганистане использовали авиацию с использованием тяжелых бомбардировщиков по вот таким населенным пунктам. Надо не забывать, что люди, которые там проживают, это граждане России, и мы должны действовать крайне аккуратно. Но в чем я нисколько не сомневаюсь, что наши службы, специальные службы, в конце концов их достанут. Спасибо, Владимир Михайлович, спасибо, Кирилл. Мы, я так понимаю, можем продолжить прямую связь с другими городами России. Да, у нас сейчас на связь выходит Екатеринбург, там работает корреспондент Константин Семин. Константин, пожалуйста, можно задавать вопросы Владимиру Путину? Добрый день, Владимир Владимирович, добрый день, Сергей и Катя. В Екатеринбурге 2.30 примерно и около минус 10. Тем не менее, народу на площади, где мы работаем, очень многие, многие люди пришли сюда за 2 часа, некоторые приехали из других городов. Мы не будем терять времени и сразу же первый вопрос. Добрый день, Владимир Владимирович. Меня очень интересует такой вопрос. Насколько я знаю, вы долгое время работали в разведке. И если я правильно понимаю, то основные усилия нашей разведки были направлены на укрепление позиций нашего государства на мировой политической арене, в противовес потенциальным врагам. И основным врагом потенциальным называли Соединенные Штаты Америки. И вот меня очень интересует такой вопрос. Что вы чувствовали, Владимир Владимирович, когда ночевали на ранчо у Джорджа Буша, американского лидера? Да, вы правы. Как вас зовут? Меня зовут Алексей. Алексей, вы правы, конечно. Во времена Советского Союза и сами Соединенные Штаты, и блок НАТО считали основным противником. В официальных документах в организации, где я работал, Соединенные Штаты проходили под наименованием «главный противник». Но меня не очень, честно говоря, не интересовало, что я не очень был взволнован тем, что ночевал на даче Буша. Я думаю, что он должен был сам думать о том, что происходит, если он запустил к себе бывшего сотрудника Советской внешней разведки. Но, кроме всего прочего, могу вам сказать, и думаю, что вы знаете об этом, все-таки действующий президент Соединенных Штатов, сын бывшего директора Центрального разведуправления США, который после этого стал президентом Соединенных Штатов. Поэтому, можно сказать, что мы были в семейном кругу и понимали друг друга неплохо. Если у нас так хорошо началось прямое включение с Екатеринбургом, почему бы мы не продолжим? Константин, вам слово. Еще один вопрос. Да, у нас есть люди, у нас на самом деле очень много желающих вопросов задать. Мы извиняемся перед теми, кто не сможет сегодня задать вопрос президенту. Мы продолжаем. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Мы с моим мужем Леонидом, меня зовут Анна, молодая семья, недавно, в общем-то, поженились, и так получилось, что мы оба бюджетники. Я учитель в школе, а Леонид на шестом курсе мединститута, он будет врачом. Ну, не надо, наверное, вам рассказывать, какая у нас смешная зарплата. Спасибо вам, конечно, за постепенные повышения, но, наверное, вы согласны с тем, что нужно кардинально как-то решать эту проблему. Меня зовут Леонид. Меня зовут Леонид. У меня зарплата будет около 700 рублей ставка. То есть, в лучшем случае, со всеми ночными дежурствами я буду получать около 1000 рублей. И на такую зарплату, понимаете, в сумме семейный доход около 2-3 тысяч прожить невозможно. Я хочу спросить, как будет кардинально изменено это положение у бюджетников? Спасибо, Кошмар. Да, положение сложное. Действительно, я говорил об этом в самом начале. Хочу повторить, мы не могли перейти к реальному и серьезному повышению заработной платы в бюджетной сфере до тех пор, пока не погасим задолженность, которая была у государства перед бюджетной сферой, накопленная за последние годы. И, как я уже сказал, в этом году мы с 3,5 миллиардов рублей спустились до 1,5 миллиардов. Значит, давайте прямо скажем, нельзя давать несбыточных обещаний, потом не выполнять, либо за счет других сфер выковыривать эти деньги, извините меня за мавитон. В конечном итоге это только разрушает экономику. Значит, вот мы первую задачу в этой сфере в целом решили. В основном долги погашены, хотя не полностью. И поэтому планировали со следующего года повышение заработной платы. Но с учетом результатов работы в этом году, пришли к выводу, и депутаты так посчитали, вот эти повышения, они значительные все-таки, они будут на 40-60% в реальном исчислении, за минусом инфляции, в реальном исчислении. Значит, все они уже реализуются с 1 декабря текущего года. Этого, конечно, недостаточно. Я думаю, что Леонид абсолютно прав, что этого недостаточно. Две сферы вы назвали, причем обе сферы очень важны для государства, школа и медицина. Они очень близкие, это бюджетные сферы, но все-таки разные. Я бы хотел сказать прежде всего два слова о медицине. Здесь мы должны сохранить, обязательно сохранить, развивая, конечно, и платную сферу, должны сохранить бесплатную медицину для подавляющего большинства наших граждан сегодня, поскольку уровень доходов их очень низок. И в этом смысле будет основное внимание обращено на страховую медицину. Деньги должны следовать не за лечебное заведение, за то, что оно существует в природе, а за качество оказываемых услуг и за количество пролеченных пациентов. Когда в страховой системе будет достаточно средств для того, чтобы деньги следовали эффективно за пациентами, тогда и доходы самой сферы медицины и доходы медицинских работников удастся, мне кажется, изменить в качественную сторону значительно. Сейчас правительство занимается двумя вопросами в этой сфере. С одной стороны, готовится дополнительная правовая база, а с другой стороны, экономическое обоснование, и ищутся источники финансирования для того, чтобы создать необходимый для страховой системы стартовый капитал. Она сегодня у нас недостаточно развита. Что касается школ, отдельная тема совершенно, еще более важная для государства, и здесь вообще нет никакого страхового принципа. Здесь только может быть прямое финансирование. Особенно это касается средней школы, а не высшей школы. Здесь школа попала в трудное положение, так же, как и система ЖКХ, потому что оказалась в руках муниципального уровня власти, у которого достаточных средств, достаточных доходов в свои бюджеты нет, чтобы содержать на должном уровне школу. Это у нас Свердловск? Екатеринбург. Екатеринбург. Ну, Екатеринбург. Значит, вот в Екатеринбурге, по-моему, в области, единственная школа сейчас в России, которая бастует. А, между прочим, сам Екатеринбург – это доходный регион, регион-донор. Почему так происходит? Потому что есть определенные сложности, чтобы даже с государственного регионального уровня оказать поддержку муниципальному, в том числе, школам. Я думаю, что эта проблема, может, должна быть решена, и я подготовил до конца года, подпишу указ, он такой очень мягкий, но рекомендующий главам регионов Российской Федерации целевое субсидирование школ для поддержания их материальной базы и уровня заработной платы.